Так, Сергей Снесаренко на проводе. Это разработчик Пифигири. Поставил аудио на запись. Сергей Снесаренко разбирается, как вы говорите, доминанта, септаккорта. Ну, грубо говоря, в ладовом сольфеджио. Ладовое сольфеджио. А что Оксана понимает, что я не понимаю? Вот вы начали говорить. Оксана, это не совсем ладовое сольфеджио, это просто гармоническое сольфеджио. Что люди не понимают, что девяток не понимают? Может объяснить, но и тут ты ходишь. Мы глобальная волна. Пять, четыре, три, два, раз. Поим песню мы про нас. Мы научная шпана. Мы эфирная среда. Мы не любим провода. Тесла наш герой. Ура! Люди не понимают, как выйти из существующего состояния, состояния доверия времени окружающей среде. Потому что... Сейчас про ноты. Сергей Снезаренко именно про ноты. Я хотел, чтобы вы именно про нотную грамоту. Единицы людей, кто в этом разбирает. Сейчас есть некая мировая полифония. Много тонов. Ну, грубо говоря, в полифонии. Это далеко не хаос. Это определенный порядок. В полифонии есть порядок следования. Это, исходя из устойчивого, через неустойчивого стремится обратно в устойчивое. Так обеспечен порядок движения. Тяготение обладовым сольфеджио происходит в пределах, ну, допустим, звука. Это то, что называется резонанс. Это зона р-р-р. Она примерно от полутона до тона. Ну, грубо говоря, в релятивном сольфеджио. То есть, если ты стоишь на расстоянии, то для кого-то это будет звучать. Там, в зависимости от расстояния, там, ля, 434 герца, а у кого-то 440. Но все определяет тяготением определенной ступени лада в устойчивое состояние. А устойчивое состояние – это соединение квинты, кварты и октавы. Это вся палитра? Нет. Вся клавиатура? Устойчивая – это квинта, кварта и октава, которая по акустическим законам расширяется не в бесконечность. Это сфера биосферы, она не бесконечна. То есть, ну, чуть выше ультрафиолета. Ну, как-то так. А если кто-то, значит, сказать на языке православных? Почему такое? На языке православных я еще раз говорю. Отец, сын и святой дух – святой от слова «витие». То есть, он святой. Это то, что волновая природа. Это у меня вообще не подсознательно вырвало слово про Оксану. И потому, что мы много платили. Так, Сергей, можешь несколько слов сказать? Я не знаю, как девушку зовут. Любовь Александра и Оксана. Любовь Александра на Оксана. Да, очень приятно. Взаимно. Значит, касательно сальфиджио. Сальфиджио – это что такое? Это пропивание. То есть, это процесс, так сказать, извлечения голосовыми связками на определенных построениях, да, звуковых. Вот. Соответственно, что такое звук? Звук – это следствие прохождения потока плазмы, или, как вы говорите, святого духа, да, который мы запускаем с помощью голосовых связок. То есть, осуществляя прерывание потока, мы как бы отделяем электромагнитную составляющую, которая получает импульс движения в пространство, а оно за ним начинает двигаться молекулы воздуха, которые колеблются, да, и издают тот или иной звук. Вот. А это касательно физики процесса. Теперь воникает вопрос. Что такое речь наша, да? Речь. Что, что? Какие функции она выполняет? Ну, во-первых, коммуникативную функцию. Мы как бы между собой обмениваемся, как мы говорим, информацией. Ну, а что такое информация? Это реально определение никто не дал. Значит, по сути дела, мы обмениваемся вот этими потоками святого духа, вот, которые мы слышим в звуковом варианте, да, но не видим, да, в этом плазменном состоянии. Соответственно, когда мы что-то обозначаем неким звуком, да, ну, речи, да, будем говорить, как мы их буквами пишем, да, то, соответственно, эти буквы звуки, да, они имеют тоже свое звучание, свое нотное обозначение, то есть содержание. Если вы эту речь оночите, соответствующим образом, в порядке, так сказать, резонансном, да, что такое резонансный порядок? Да, резонансный порядок – это схлопывание октавы. То есть, когда вы включаете в элемент октавного звучания астетлим, соответственно, у вас возникает схлопывание октавы. То есть, октава… Серж, а можно я… Вот я задам один простой вопрос. Любовь Александр, дирижер, она понимает изнутри, о чем ты говоришь про октаву. Можно я задам вопрос? Вот, допустим, колебание струны. Ну, вот вы дернули струну. Вы что слышите, волну или струну? Нет, при чем здесь волна? Нет, вот что слышат люди? Вот что слышат, грубо говоря? Вот за счет чего люди слышат звук? Люди слышат звук за счет их намагнитной индукции. Ну, грубо говоря, волну. Ну, волна – это… Ну, хорошо, ну, поле. Хорошо. Нет, ну, а это граница. Что возбуждает это поле? Струна или волна? Нет, не струна возбуждает поле. Тогда как вы объясните, что струна начинает колебаться по законам акустики, то есть волны, у нее обертоны рождаются. То есть это… Вот что колеблит струну? Колеблит струну – то плазменное вещество, которое вы со своего пальца сбрасываете на нее. Когда вы касаетесь струны, вы на самом деле ее не касаетесь. Вы как бы своим электромагнитным полем, да, взаимодействуя с электромагнитным полем струны, да, и, соответственно, через кромагнитную индукцию, да, ваш поток плазмы попадает на струну. Это нарушает ее покой, эта плазма начинает носиться по этой струне, и струна ее пытается сбросить, возникает вибрация. Хорошо. Я поняла. А можно тогда спросить, по каким законам возникают обертоны? Потому что то, что вы слышите, это не один звук. Это вы слышите полифония, но только человеческий ух, слух улавливает это как определенный тон. А на самом деле вы слышите полифонию. Тогда по каким законам возникают обертоны? Потому что возникновение обертонов – это абсолютно четкие законы. Ну, вот смотрите, да, у вас струна, например, настроена в ноте, ну, допустим, ля, да, как мы говорим. Соответственно, когда вы на нее сбросили, да, свою плазму, да, и она начинает вибрировать, плазма начинает выходить через секс-трун. То есть, если мы говорим о ля, значит, поток начинает двигаться в колебаниях фа-диеза. Соответственно, это что значит? Это минорная терция. Соответственно, а что такое минорная терция? Это рычаг. По законам акустики минора вообще не существует, в обертонах только мажорная терция. В параллельном миноре, основной тон, который в мажоре, да, она как минорная, но это не, ну, как бы, не обертоновый звукорядок. В обертоне не бывает минор. Подождите, ну, подождите, вы, как бы, сейчас я вам говорю про физический закон, да, что происходит, да. Говорите сейчас. Я тоже про физический. Это абсолютно физический. Ну, как бы, первый обертон – это октава, второй – квинта, там, третий – опять октава выше на, там, на три октавы. Говорите, ну, вы же говорите о полифонии, да, вы говорите о последовательности. Я вам говорю о последовательности, как оно происходит. То есть, если вы октаву делаете, да, то, соответственно, у вас начинается сброс через секс-пру. Поэтому в данном случае, что такое физическое точки зрения? Это рычаг, с помощью которого плазма пытается сброситься со струны. Или струна пытается сбросить эту плазму со своего лучшего состояния. А скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вы это в каком эксперименте наблюдали? В каком эксперименте? В любом физическом эксперименте. Нет, это если, грубо говоря, нота ля не является основой, грубо говоря, несущей частотой. То есть, если она в другом ладу, там, ну, грубо говоря, то, может быть, и переходит это на фа диез. Если она устойчивая, то там не переходит никакого, ну, грубо говоря, фа диез. То есть, по звукопорождению, как бы, ну, по квинтово-квартовому, как бы, ряду, то есть, там, ну, в ля-мажоре, ну, как бы, вы имеете в виду, по диез, грубо говоря, большая секста, наверное, да, вы имеете в виду? Ну, да, да. Так вот, я вам что вам говорю, да, что вторая ситуация, да, это первый сброс начинается, да. Если этого не хватает, следом за ним идет кварта. То есть, в данном случае начинается появляться обертон-ре, да. Да, то есть, что происходит, да, она пытается, как бы, совершить более мощный рывок, да, за счет переворота, да, чтобы сбросить ее еще раз, да. И, соответствующим образом, когда это происходит, да, у нас физически, как бы, происходит изменение плоскости, да, струна начинает вибрировать, да, вот, как вы говорите. Соответственно, в этот момент начинает возникать то, о чем вы говорите, да, процессы формирования уже мажорного, да, построения мажорного рычага. Для того, чтобы скинуть, выкинуть, ну, вот, как рычаг, представляете, мажорный, это с неподвижной точки опоры. И у вас начинают формироваться те устойчивые колебания полифонии, да, о которых вы говорите. Это полифония, а можно уточнить? Мы сейчас говорим о полифонии в смысле порождения многих звуков в одном звуке. Да, да, вот так. Да, нет, а я в том числе говорю сейчас о положении каждого звука относительно данной несущей частоты. В музыке это называется основная тональность. Ну, вот, если мы говорим о тональностях, да, то вообще в природе, да, как бы, существует 22 тональности. Ну, я имею в виду основных, которых мы вот наблюдаем, да, вот жизнь идет, и все химические процессы, физические процессы, да, они идут в рамках 22 тональностей, да, вот, соответственно, вы отсюда видите, что одна тональность вырожденная, то есть не переходная, да, которая... Переходы, агрегаты, в состоянии вещества, вот, а одна тональность, как бы, основная для какого-то элемента, да, и, соответственно, она генерирует 20 тональностей из себя, которые... Ну, да, по законам звукопорождения, но... И как мы это можем видеть, да, вот вы начинаете, например, смотреть... В микрофон, в микрофон, говори, Сергей, не закрывай пальцы в микрофон. Аминокислот вырабатывают. Вырабатывают 20 аминокислот. Почему 20-то? И никто не объясняет, почему 20. Потому что вот 21 ряд, или 22, будем говорить, да, формировали 20 тональностей устойчивых. Это то же самое, что вы как в соляной раствор взяли, кристаллик посадили, да, и он начинает обрастать из соляного раствора. Так и здесь то же самое. Возникает сетка этих аминокислот, на которые насаживается уже все остальное, да, формируя их в полную тональность. То есть формируются они с плазмомолекулами ДНК, то есть молекул ДНК этот поток захвата пропускает, вот, совершенно точно так же, как по музыкальной грамматике. И, соответственно, они дальше начинают обрастать в виде тональности уже по частотам, да, которые в музыке тоже хорошо известны. А какой период в течение, вот, какого периода происходит смена тональности, но относительно ее, вот, как несущей частоты? В сутках, там, в году? Не, ну, она же тоже вибрирует, да, соответственно, происходит перерождение ее, то есть появляется новое, да. Это же уже идет по каким-то квартовому кругу, соответственно... Да, но у нее есть вот цикл, да, грубо говоря, когда она... Дело в том, что вот это звукопорождение, оно происходит одновременно, мгновенно. То есть этот цикл, ну, как бы, полифония с рождением одного звука возникает сразу. А вот, как бы, цикл, это когда, ну, как бы, некие тональности при помощи модуляции сменяют друг друга. У этого есть, ну, не знаю, у китайцев, там, ну, грубо говоря, это когда, там, два часа, там, какой-то меридиан, там, допустим, активен, да. То есть у этого есть циклы. И, грубо говоря, чтобы одно вещество родило другое, надо, наверное, еще попадать в циклы. Ну, смотрите, когда мы говорим о циклах, да, вот этих, да, они связаны с чем? С 22-й тональностью выраженной, да, которая не имеет полноты построения, и за счет этого происходят переходы в агрегатное состояние вещества. То есть у нас в круге 4 к четверти, и поэтому у нас существует 4 агрегатных состояния вещества. Плазма, газ, жидкость и твердое вещество. То есть если, допустим, вот у меня есть такой прибор, называется счетчик пифагора, да, там они как бы обозначены, ну, на самом деле они не обозначены, но их можно увидеть, да. То есть они находятся там в частотах, допустим, радиес, ля-диес и соль-диес, да. Вот, если по нотам говорить. Вот, соответственно, по этим точкам происходит переход. Но опять же, это если мы смотрим... А можно вас спросить, а почему 22 тональности? По моим подсчетам их должно быть минимум 120. Ну, грубо говоря, ну, как бы полутонов 12, то есть расстояние, да, и в каждом центе 100 центов. Ну, а это вы просто берете еще обертональный круг, да? Я просто беру через... Нет, я просто беру систему как бы лю-лю китайскую, да, там, ну, по звукопорождению. Просто, может быть, это и не 120, потому что полутон, в принципе, делится, наверное, на какие-то там бесконечные... Ну, обертона, например. Это и говорит о рождении сферы. То есть, если, ну, брать там теорию по Анкаре, то есть все сферы. То есть, это когда все возвращается на круги своя. То есть, вот цикл, допустим, у китайцев, да, 60 там, ну, как, грубо говоря, 12 через 60. То есть, я пыталась засечь, ну, сосчитать по октавам, да. И это то, когда, ну, не только там слух, но и какой-то прибор, да, может, ну, как бы засечь отклонение, там, допустим, 440 Гц или 440, там, там, и одна десятая, там, 2 десятых, там, 3 десятых, да. Ну, как бы это, ну, в рамках ее зоны, тогда, когда она приобретает устойчивость, и в нее тяготиют все остальные. Я просто к тому, что если применять усеченное количество тональностей, то эта сфера уменьшается. А в эту уменьшенную сферу не все аминокислоты и не все микроэлементы попадают. То есть, я думаю, что там большее количество тональностей. для того, чтобы все вернулось на круги сферу. Я вот понимаю, о чем вы говорите, да. Ну, мы сейчас говорим о чем? Мы говорим о том, что, а сколько вот, вот это же подчиняется так называемой функции треугольного числа. Вот, ну, например, вот мы в речи используем 147 звуков. 147 звуков – это, 147 число – это треугольное число. Соответственно, если мы… А это какой треугольник? У него какой угол вообще? Ну, вот смотрите, например, четвертое треугольное число – это тетрактис. Ну, есть такое понятие – тетрактис петлогора, да. Это треугольник из 10 точек. То есть, что это значит? Что если вы этих 10 шариков возьмете, они вам составят равносторонний треугольник. Вот, соответственно, если вы будете каждый ряд добавлять, ну, например, следующий вам нужно добавить – 5 шариков, да, и у вас число 15 тоже образуется этих шариков в равносторонний треугольник. Дальше вы добавляете еще ряд, у вас получается 21 шарик, да, следующий треугольное число. Потом добавляете 28 появляет. Так вот, вы, допустим, имеете… Вот, сейчас прошу прощения, насколько я понимаю, ну, это в том числе в лекциях, ну, я когда искала, да, объяснение того, что я думаю, вот Игорь Павлович Шмелев, который архитектор в Петербурге был, который расшифровывал таблички египетские для Эрмитажа, да, вот его лекции по математике. Вот этот вот треугольник, да, который он называл стороны, ну, как бы, там, если я не ошибаюсь, 3, 5 и 8, да, то есть Азида, Азирис и сын их гор, да, который вот хор. Это, которое определяет вот это, ну, как бы, октава, квинта и кварта. Вот, потому что определение несущей частоты, это на которой, грубо говоря, начинаются процессы движения, притяжения в устойчивое, это его пропорции. Потому что если мы начнем определять каждое вещество или каждый звук в отдельности, вот, несущая частота, она из трех состоит, грубо говоря, там три частоты, ну, как три струны, в пропорциях вот этого треугольника. И тогда все остальные звуки, то есть, ну, попадают в определенную упорядоченность движения в зависимости от нахождения их места в ладу, то есть ступени. А дальше, вот это уже, как бы, ну, так, интересно. Допустим, если мы берем герцовый диапазон, в котором мы говорим, да, ну, который расширяется, наверное, там, или до ультрафиолета, то каждое вещество, если это действительно в той сфере полноценной, оно занимает свое необходимое место. Но тут важно еще время в цикле. То есть это, ну, важно попадать еще и в цикл вот этого порождения. Ну, цикл порождения – это переход, это взаимодействие несущей ведущей частоты, да. Микрофон не зажимай, Серж, микрофон. Просто вот интересно, да, поскольку, ну, как бы, мы не обладаем вот этими расчетами, а потом пока считаешь уже, как бы, период прошел, да, я вот, ну, как бы, я немножко там научилась так, как бы, людей править, да, я их, как бы, тестирую. Ну, мышечное тестирование, ну, такое модифицированное, кинезиологическое. Я решила вот проверить, ну, как бы, свою теорию, что если какое-то нарушение, да, информационного обмена в человеке, это утрата несущей частоты. Нет, нет, я вас поправлю, значит, первое, значит, что происходит. Вы в своих рассуждениях выпускаете ведущую частоту, то есть то, что вы называете электромагнитным. Я про него и говорю. Да я эти частоты записываю на электромагнитном органе Хаммонд, где звуки производятся при помощи магнитов, и это позволило, как бы, сделать это не фальшиво, потому что на цифре фальшиво пианино мне так было не настроить, то есть это грубая, при помощи магнитов самонастраиваемый. Несущая частота – это не конкретная какая-то нота, это пропорция квинта, кварта и октава. Я их записала, ну, там, больше, чем, ну, в принципе, можно больше, чем 12, там, в принципе, и 120 можно записать, потому что диапазон органа позволяет. И я решила это применить на те же точки акупунктуры, на которых обычно, ну, как бы, иголки применяли, да. И интересное наблюдение, да, ну, как бы, тест мгновенно показывает, что человек усилится, если, мало того, что я нашла, куда это поставить в виде звука, да, ну, как бы, на какое место, меридиана или зону, и какую из 12, и интересно, что даже все это, там, 2 минуты, 3 минуты, там, это даже слушать не обязательно, через наушник на эту точку, то организм это запоминает. То есть, грубо говоря, его синхронизация остается. Синхронизация, хочу вас слово. Интересно, что, я уверена, что это в том числе связано и с порождением каких-то и аминокислот в организме. То есть, это, ну, практически связано с налаживанием негого информационного процесса при помощи, ну, как бы, гармонизации, да, я просто задаю несущую частоту, только она у меня, ну, как бы, ее можно измерить, да, там, и в герцах, но это сочетание квинта, кварта и октавы. Ну, это, как бы, из сальфеджио взято, как бы, и я не использую мажорную терцию. Это, кстати, использовали военные в музыках, там, валынки, всегда играют в басу квинта, и тогда, грубо говоря, знаете, я, ну, я, как бы, же все это из музыки исходила. Есть такая статья, проблема определения основной тональности в григорианском хорале. Потому что, как бы, это у многих музыкантов, которые занимались сальфеджио, когда их заставляют писать диктанты, ну, на рояле что-то играют, но не говорят ни в какой тональности, не задают несущую частоту. И если ты не абсолютник, ты практически, это невозможно для тебя написать вот этот диктант. Потому что любое запоминание упорядоченное, только если тебе основную тональность задали, ну, с точки зрения какой-то системы, да, их много там тональностей, я так понимаю, что у них есть цикл саморождения, самоперерождения. Ну, как бы, модуляции, они происходят по каким-то циклам. Ну, я же вам вот начал рассказывать про эти циклы, да. То есть любой звук, да, нельзя, ну, как мне физики говорят, есть законы звука, есть звуковая волна, есть электромагнитная волна. Одно без другого не существует вообще-то, да. Но это понятие физики отсутствует. То есть есть звуковая волна, есть законы акустики, есть электромагнитная волна, есть законы электродинамики, да. Но в реальности одно без другого не возникает. Вы не можете излечь звук без электромагнитной волны, без электромагнитной составляющей. Но должно быть, знаете, вот это ноты, это же кодирование. Там нолики и палочки, нолики на палочках. То есть, грубо говоря, волна и струна. Ну, как бы это даже было кодировано и в нотописи. То есть обязательно поле, в котором размещаются вот эти волны и струны. И тогда мы получаем эту троичность. Ну вот, так, смотрите. Вот если мы говорим о музыкальной, то есть мы когда программу пишем, да, фактически что такое моя программа? Это музыкальная партитура. Вот, соответственно, когда ты пишешь эту музыкальную партитуру, да, то из чего ты исходишь, да? Ты исходишь из строения языка. Соответственно, у тебя весь строй языка построен на музыкальной грамматике. Но не просто на музыкальной грамматике, да. А если ты хочешь, допустим, получить устойчивый результат, То, соответственно, этот устойчивый результат добивается тем, что ты стремишь выразить всю эту тему в определенной аккорде, то есть в тональном аккорде, то есть как бы тоника, терция и квинта. Вот ты его выражаешь, соответственно, переход у тебя возникает через доминанту или субдоминанту. Это понятно. Можно только подскажу, там терция вообще не обязательно. Достаточно задать квинту, то есть, грубо говоря, терция не является, и тогда мы получаем, что, вот, если применяем, ну, допустим, до, соль, до, да, до октава, то там можно и мажор, и минор, и фригийский, и лидийский, грубо говоря, на все лады. Я согласен с вами. Но, понимаете, физический вопрос, ну, оценка, что такое аккорд, да, допустим, мажорный аккорд, да, домисоль, например, да, что такое в физическом плане, да, не говорим, какое-то вот это трезвучие, да, там, тоника, терция, квинта. А мы физически, что такое? Физически это вот рычаг с неподвижной точкой опоры. То есть, фактически, тоника – это груз, терция – это точка опоры, на что вы опираете палку свою, а квинта – это тот конец палки, на которую вы давите. На самом деле, вот это домисоль, это, грубо говоря, до в обертонах, да, первичных, это до, соль, до, ми – это ми, си, фу, ми, ля, ми, да, и соль – это соль, ра, соль. То есть, грубо говоря, вы слышите, ну, как бы по размерам струны, она почему-то, да, определяет то, что вы по слуху определяете, ну, как бы несущим тоном. Но сочетание домисоль – это уже фоновое сочетание. Я не знаю. Я низко не возражаю вам. Я о другом немножко говорю. Я говорю о физической сути аккорда, тонического аккорда. То есть, что это, как это понять физически, что происходит, да? То есть, происходит переход потока, да, в одну составляющую. Поэтому, когда вы точку прижимаете, рычага, точка опоры, это что такое? Это точка затухания колебаний. Поэтому вы и правильно говорите, что терция как бы не важна. Ну, она является точкой опоры. Если вы не хотите создать музыку на все лады. Она опорная, потому что мажорная терция, она обходит, ну, как бы вибертоновый звукорядок. Если, кстати, он расширяется, ну, как бы до той сферы, там вот эта терция, она превращается и в минорную. Ну, грубо говоря, ее зона как бы расширяется. Правильно. Все, я согласен с вами. Вот. Ну, а я верну вас вот к программному продукту, да, который я делаю, да? То есть, если бы я не понимал физической сути этого тонического аккорда, да, и, допустим, убрал бы терцию как класс, да, то, соответственно, я бы не получил результата, результативность. У вас просто исчезла краска. Ну, как бы окраска вот этой основной тональности. А в языке это очень важно. Я понимаю, я понимаю. Но у нас, к сожалению, в языке, это то, к чему я вообще веду, бывает две, либо мажор, либо минор. И это немножко ограничивает многие вещи. Ну, это было. Мы живем в этой доктрине, этой музыке. Вот. Мы же не живем в пентатонике. Ну, как же не живем в пентатонике? Все пентатоника. Вот, допустим, когда мне дают... Вот, смотрите, мне дают заказ, например, написать песню, да? Например, я ее не пишу, да? Я беру, например, там слово «Россия», да? Да. Составляется матрица резонансная из букв, я их составляю, из звуков, да, которые обозначаются буквами. То есть это практически как вот ты расписываешь резонансную тональность, да? Вот. Дальше что происходит? Ты берешь, начинаешь их стыковать, эти звуки, в текст. И выбираешь из матрицы текст. Ну, она как нитка идет, да, ты его выбираешь, 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 выбираешь. Ну, они могут быть стихотворные, могут быть не стихотворные, да, но очень похожи на такой библейский характер. И, соответственно, ты выбираешь этот текст и сразу по этим нотам музыку выбираешь. Они же, это же ноты, да, ты сразу выбираешь музыку. То есть в зависимости от того, как они встроены, да, ты сразу же пишешь музыку. А вы на каком-то приборе, грубо говоря, вы, ну, говорите вот эти слоги, да, ну, как бы в определенной интонации, да, просто или как? Нет, ну, вот, понимаете, каждый, ну, вот, каждый язык имеет свою тональность, да. Если мы говорим про русский язык, да, то здесь тональность у нас будет до. Вот, соответственно, до мажор, будем так говорить, да. Соответственно, у нас, почему такая тональность? Потому что у нас характерный, ну, как бы, звукоряд, который мы используем. Ну, к примеру, вот, допустим, когда мне там заказывают... Вы имеете в виду в интонациях? То есть это то, что диапазон, в котором люди разговаривают? Да, да, да. Ну, то есть у них, понимаете, эта тональность строит их мышцы. Это же тональность, что такое? Это электромагнитный поток, то есть излучение. И в зависимости от тональности он так и идет. То есть вот, например, английский язык, да, построен в тональности до диез, мажор, да, то есть на полтона сдвинул. Вот. И, соответственно, в этой тональности нет, например, таких нот, как ля, да? Ну, грубо говоря, они не в этом тональном, потому что там ля диез, а у них ля нету. Хотя он есть, по звукопорождению это все есть. Я вообще поняла, неважно, вот, грубо говоря, в любом звуке есть все звуки. Но вы правильно говорите, то, что определяется, как бы, опорной тональностью. Да, да, так вот, да, потому что в обертонах, как же оно там идет, все, и все есть, понимаете? Николь, ну, продолжу. Но я не об этом. Я говорю о том, что, вот, а почему так язык вот построен, да, потому что поток, который на этой территории проходит, да, он формирует ваши вот эти речевые мышцы. И, соответственно, если нет частоты ля, то поток по этой частоте не идет. Вот, и, соответственно, мышцы, которые могут выговорить звуки ля, они... Ну, я понимаю, грубо говоря, там не отзывается организм, то есть на определенную, грубо говоря, частоту. То есть связки, ну, грубо говоря, на этой частоте, ну, не только связки, весь речевой аппарат на этой частоте не работает. Ну, и речевой аппарат, да. То есть какие звуки, да, у нас ассоциируются с нотами, вот, допустим, нашего алфавита, да, с нотами миля, вэ, вэ, вэ... Ну, знаете, в релятивном сальфеджио, то есть это когда-то уже изучали, там вот, ну, там же нет названия нот, есть ступени лада, да. Вот третья ступень, которая, ну, в том мажоре ми, да, она называется ви, вот. А нота ля, сейчас мы говорим на вэ, соль это зо, ля это ра. Ну, да, и рэ, звук рэ тоже, да. Вот вы смотрите, значит, отсутствует, значит, возможность произнесения звуков р, и, и вэ. И вы вот смотрите английский язык прямо вот так вот, да, и прямо на сквозняк. И выговорить не могут, никаким способом. Вэ выговорить не могут, то есть у них уи, уи. Не, ну, это точно так же, как японцы говорят, сиро, это, да, потому что л, они выговорить не могут. Дальше что мы видим, да, афкит, алфабет, араб, арабия, ли, либия, ливан, либанон, понимаете, да, это... И все равно я считаю, что если в русском языке есть пословица или поговорка «на все лады», то у нас много тональное мышление. И мы, кстати, поэтому мы и подвержены влиянию любых течений. Ну, как бы вот все через себя пропускаем, потому что у нас это заложено. Вот смотрите, был такой ученый, не знаю, есть жив или еще, Николай Николаевич Башкевич. Он открыл корневую связь, взаимосвязь русского и арабского языков. Ну, что, как это выглядит примерно, да? Ну, я согласна. То есть, ну, например, самый такой, наверное, распространенный пример, который он привел, Коран, да? Ну, по-арабски ничего не обозначает то, что читают, да? Сила. Вот. Вы читаете наоборот, они же пишут не слева направо, а справа налево, да? Читаете наоборот это же слово, вы получаете нарок. То есть закон. Да нет, ну, многие как бы языки, а там вообще все про одно тоже. Ну, скажите себе, что он делал этот анализ, и таких сочетаний более трех тысяч, да, это уже очень много, да? Вот. Плюс немотивированного потребления арабских слов в нашей речи. То есть, например, там, мы говорим «сорока-воровка», да? Почему мы так говорим? Ну, вот она ворует, да, мы ее называем «сорока-воровка». А по-арабски «сорока» это будет «воровка». То есть мы как бы дважды говорим, да? «Сорока» как по-арабски «воровка», а потом еще добавляем по-русски «воровка». Понимаете, да? То есть «воровка-воровка», да. Вот. Ну, и так далее. Там очень много таких слов. Ну, это даже название городов, да, там, возьмите, допустим, «Кузнецк», да? Все говорят, это от «Кузнеца». На самом деле, впереди арабское слово «конец пути», а второе – окончание. Хотите, я вам это… Мы все сегодня про оперу, про Римскую империю, да? Вот в немецком языке грассирующее «р» в опере, когда поют, все «р» и англичане, и немцы. То есть оперный язык и оперное пение, и состав симфонического оркестра сделали так, чтобы захват вот этого языка занял как можно более территорий. То есть там, грубо говоря, в речи, может, вы не выговариваете. Когда вы поете, там все выговаривается одинаково у всех. Понятно, даже профессионализм определенный, да? Так это долго палками бьют на вас. Я говорю потому, что вся речь, да, вся речь, да, по сути дела, да, она – это тоже музыкальная партитура. И ее очень хорошо идентифицируют. То есть вы возьмете английскую речь, да, то вы ее представите. Вот если вы, допустим, возьмете русскую речь, представьте, что это просто лист, да, тональности, просто ровный лист. То по отношению к этому листу английская тональность будет выглядеть таким образом сдвинута на полтона, где-то на половине, поворот на 90 градусов и сужением в воронку. Вот примерно вот так выглядит тональность до диез. Понятно, что она не чистая тональность, а вот с включением всех этих самых. Ну, а когда ты смотришь их, например, очень хорошо заметно такое явление, как, допустим, заимствование слов. То есть если есть такое понятие проводимость, да, ну, по которой вот порядок, которым я хотел сразу вам сказать, как происходит проводимость, да, в порядке, соответственно, она его может пронумеровать, потому что это в ступенях, да, проходит. То, соответственно, если вы смотрите, допустим, слово там, какое-то там «Док», например, да, то есть в русском нет такого понятия, да, как бы устройства для ремонта судов, да. Вот, соответственно, это слово перекачивало в русский язык и осталось этим же словом «Док». Но проводимость в соответствии что в английском, что в русском. И все слова именно так переходят, в соответствии с проводимостью. Почему? Потому что нужно сохранить импульс, электрический импульс, вот этот колебательный. И вот когда вы, допустим, ставите матрицу русского языка и матрицу английского языка, и вы начинаете тянуть слово, этот импульс электрический, из русской матрицы в английскую, и вы видите, как этот импульс превращается, например, в слово «луна» в слово «мун». Понимаете, да? Это один и тот же электрический импульс. Ну, будем так сказать, одна и та же нота, да? Но ее воспроизведение в аккорде, то есть в, так сказать, в определении, да, в пелем. И изображается другим порядком, да? Ну да, понятно, что как бы все есть там, и речи, и звуки, вот. Главное... Завершаем, завершаем, чтобы какому-то... Да, там, для того, чтобы опять не впасть, чтобы это разбирать по, как бы, определенным, ну, как бы, там, каких-то отдельно взятые звуки, все это, ну, как бы, это не просто, да, вот я говорю про несущую чистоту, я даже сейчас говорю о том, чтобы в человеке, ну, развивалось, ну, как бы, вернуть его в свою сферу, потому что, как бы, мы помним все. Я бы оставила только несущую чистоту для музыки и убрала бы мажора, минор и все остальное. Ну, как временное явление. А что ты помнишь? Дело в том, что это все, ну, как бы, такие гормональные истории, да, как бы, и исторические. Ну, например, когда мы там слушаем или пишем музыку мажора и миноре, да, мы ограничиваем, ну, грубо говоря, гормональный фон, ограничиваем. Ну, я с вами соглашусь в плане, скажем, неких музыкальных построений, стилистик, да, которые, скажем, в восприятии воспринимаются особым образом. Ну, то есть, это какой-то некий такой сектор, да, который, вот, может быть, будет благозвучный более, да, более приятный, да, что ли, вот. Но тут есть еще, знаете, какая тема? Тема, которая в ависти прописана, то есть, как основное правило жизни. Живи опасно. То есть, о чем это говорит, да? Это говорит о том, что ты должен быть в тонусе. А чтобы ты был в тонусе, да, соответственно... Да, надо же в опере. Ты не должен быть в тоническом мажоре. То есть, ты не должен быть в тоническом мажоре, понимаете? Почему? Потому что это смерть. Соответственно, ты должен быть... Понимаете, вот возьмите любые, ну, наверняка вы слушали, да, марша с использованием волынок, волынок. Уберите мелодию, и вы поймете, как это круто. Оставьте только ритмы и несущую квинту, и вы поймете, как это круто. А потом обратите внимание, зикр, который используют, да, мусульмане, там точно так же в басу поется вот эта квинта и дается вот этот ритм. Посмотрите, это в основном используют религия и военные. Работает круто. Согласен. Согласен с вами. И этого не хватает, потому что людям навязывают вот эту меланхолию, плаксивость, бу-бу-бу, вот этими мажорами, минорами. Это то, что, понимаете, я просто говорю, это то, чего не хватает вот сейчас людям. Я с вами полностью согласен. Я полностью согласен. А вот, когда, например, пишешь песню, да, и вот ты из звуков речи начинаешь формировать, ты видишь, какое богатство. То есть, фактически, ты не используешь вот эти классические аккорды на гитаре, да, потому что она их не принимает. Она создает тебе звучание, и когда ты эти звучания делаешь, у тебя как бы звучит, ну, там, вот ты зажал эту ноту, эту ноту и эту ноту. Ты думаешь, ну, это что за аккорды? Ты даже не определить, что это такое, да? Потом, когда ты на гитаре его взял, раз, и думаешь, смотришь, как бы сквозь какой-то фон, да, проглядывает такое, знаете, устойчивое, такое, мягкое, такое, знаете, вот, такое движение, да? И музыка становится такая вот, мне все время говорят, что ты за аккорды используешь, что нельзя взять там ля минор, там, или ля мажор, там, да? Ага, то есть вы идете против гармонического сальфеджио, где нельзя параллельные квинты. Но это как раз очень хорошо, да, то, что вы не вправил, да? Да, я говорю, так я же не придумаю музыку, вы думаете, что музыкат, у меня слуха нет, туда-сюда. Я ее собираю, да, из текста, то есть вот есть текст треугольный, функция, она создает матрицу, я ее, соответственно, набираю и прямо одновременно пишу музыку, да, то есть потом накладываю этот ряд, тон-тон, пол-тон, три-тон, пол-тон. А, то есть вы пытаетесь это, как многие, да, вы пытаетесь перепроверить это на гитаре после падения частот, правильно? Ну, да, да, да. Знаете, почему не получается? Я очень многие, кто, ну, там, из знакомых, там, занимались, там, ну, КВЧ, там, гигагерцевым диапазоном, да, они пытались потом это перевести, ну, в герцы, звучание на гитаре. Понимаете, более высокий, как бы, ну, диапазон вот в этой полифоне, там ноты смещены в пределах полутона, и вы, переводя в гигагерцы, вот надо знать это правило, либо циклы 60, либо циклы 12. То есть если у вас там, ну, какой-то частотный диапазон, допустим, гигагерцевый или там еще какой-то, да, переводя это в герцы, нельзя делить по правилам герцевого диапазона. То есть это надо с учетом погрешности полутоновой. Да, я согласен с вами, я полностью согласен. Ну, а я немножко не об этом, я говорил о том, что вот речь, да, не стремится в эту самую, вот чистые мажоры, да, тональные, да, тонические аккорды, не стремится, наоборот, она тут супертонику вставляет, да, постоянная септима, то есть постоянно квинтование, да, кварта-квинта, да, то есть идет, причем такие сложные, да, конструкции, да, которые вот неполные, да, почему-то, да, то есть вот, и ты когда начинаешь это вот выставлять, да, то есть на гитаре тоже, да, то это хоть на пианино, да, то ты видишь, что это какая-то музыка, да, она очень гармонична, очень мелодична, да. Можно вопрос? Вы никогда не обращали внимание, что у многих, допустим, фразы, ну, произнесенная фраза или слово, да, она не имеет завершения такого утверждения, а она именно вот подвисает, ну, у англичан вообще все вопросительно, та-та-та-та-та-та, то есть, грубо говоря, она не имеет законченной формы. Ну, потому что поток так идет, понимаете, поток так идет. А я считаю, что это утрата, несущая чистоты. Серж, Серж, считает оппонент, что это утрата, несущая чистоты. Ну, как бы в ощущениях, это утрата, то есть, вот, грубо говоря, ты для того, чтобы тебе что-то, ну, как бы привести к завершению, да, ну, как бы хотя бы фрагментарному, да, ты должен в своей фразе на что-то опереться и утвердительно закончить. Так вот, в языке сейчас этого нету практически. И поэтому, когда люди вот так вот разговаривают, некоторые лидеры, ну, там, по телевизору, это воспринимается как вранье, типа он сам не знает, потому что у него нет этого интонация. Так, я вам говорю, что это не потеря несущей чистоты, а потеря ведущей чистоты. Ну, как бы несущей, просто несущей в радиофизике, да, ведь, грубо говоря, вся другая информация распознается относительно нее. То есть, если у тебя на протяжении твоей фразы меняются мысли, то есть ты, как это говорят, переобулся, то непонятно, с чего начал, чем ты закончил. Да, но переобулся почему? Потому что изменились параметры ведущей чистоты. Ну, как бы я называю, как бы несущей, но как бы основной это анализ. Просто, ну, у меня вопрос, то есть вы обращали внимание, если вы вот замечаете речь, да, и пытаетесь ее переводить, да, на звуки, то интонации незавершенные. Да, да, но это связано с потерей ведущей чистоты. Правильно. А теперь смотрите, как люди воспринимают такую информацию. То есть вы вот, допустим, речь одного человека, да, вот воспринимаете, она вам там ложится на душу, да, вот, ну, или что-то, вы понимаете, вы осознаете, да, эту информацию. А другой чего-то лепечет, и вы даже всерьез это не принимаете, потому что там в интонациях не заложено, ну, как вы говорите, да, я ее называю несущей, вы ведущей. Вот смотрите, я что заметил. Вот у меня есть прибор щечки Пифагора. Вот вводишь туда фамилии, имя, отчество человека, да, и он в интерфейсе, в этих тональности показывает его место. Допустим, во главе тоники, во главе доминанты, во главе субдоминанты. Соответственно, этих людей слушают. Чего бы они несли? Пургу будут нести все. Да. Слушайте, есть такой щечек Пифагора, да? Да, да, у меня Ярослав покажет, он в открытом доступе. Ага. Вот. И вы там можете посмотреть, например, вот вы взяли, ввели человека, да, какого-то, а он там попал в ноту до. А второго человека ввели, он попал в ноту ми. Вот, вот между ними прямо будет очень все хорошо, да. Они прямо, вот как вот этот эрц и строится, так они и будут, понимаете, себя вести. Если третий человек, ну, допустим, попадает, например, в кварту, да, то, соответственно, у них все будет как в музыкальном аккоре. Прямо вот один в один. И вот это поведение людей, да, почему так с музыкой, да, коррелирует? Потому что по законам музыки действует ведущая частота, то есть плазма, сдающая все. Все, я поняла. Вот, ну, у меня был период, я снимала телевизионные передачи, да, но это я как бы интуитивно понимаю, потому что меня как бы учили, да, быть дирижером, там, и, как бы, ну, руководить при помощи хора и оркестра под дыханием, как дышит галерка. Как бы не хором, а как они дышат. И когда я готовила, ну, неких лидеров, да, к выступлению на телевизионном канале, ну, у кого-то получалось, у кого-то не получалось, потом я поняла, мне надо было очень осветить некую тему, и я сама села в эфир. И я стала замечать, что как только меня снимают вот операторы, их вырубает. То есть, грубо говоря, и это были самые удачные телевизионные передачи. То есть, все, кто снимал, их отключал. И я сама осознавала внутри, что я говорю в определенной, как бы, чистоте на определенном потоке. То есть, такая зона, как сфера, формировалась. Но это у меня такое, это надо было, как бы, еще, ну, не то, чтобы в состояние войти, да, там, ну. Ну, вот фио, фио, да, ваше фио, это ведущая чистота. А тело ваше, это несущая чистота. Вот, соответственно, вот они взаимодействуют между собой. Поэтому, когда вас зовут, там, по имени, вы откликаетесь. Или даже вы идете по улице, и слышите свое имя, и у вас тело дергается. Хотя вы понимаете, что голос незнакомый, и вас никто здесь звать не должен, но тело дергается. То есть, это взаимодействие между ведущей чистотой и нескучающей. Не надо научиться им пользоваться. Узбивайтесь. Ну, мне покажете потом, сейчас, секунду. Покажете, ладно? Да. Потому что мне интересно. Да, Ярослав. Так, ну, я вбил данные Любови Александровны, и попала в первую позицию нота до. Нота до. Видишь? Вот почему все впадают, да, в это самое. Потому что это, вот, в обертонике самая низкая чистота, вот, соответственно, по закону тяготения, да, то есть самый широкий диапазон, люди впадают в него, да, люди будут слушать ее, вот, и, соответственно, она является социальным авторитетом. Вот. Ну, ты можешь вот, Любовь Александровна, сказать, я вторая позиция, до диез. Вот, как твои позиции, почему мы сошлись и мы находимся в аккорде? Мы сошлись. По одной простой причине, что у тебя возникла октава построения. Октава. То есть потенциал. У тебя возник какой-то потенциал, и для реализации этого потенциала тебе нужна септима. А до является септима тональностью до диез, или большой септима, как правильно говорят музыканты, то, соответственно, тебе нужна эта септима. И ты начинаешь сходиться с этим человеком для того, чтобы реализовать свой потенциал. Возникший, он где-то возник, ты даже его можешь не знать еще, но он возник. И в этом ты приводишь септима к себе. Так, а вот Замятина Оксана Валерьевна, сейчас я скажу, кто. Да. Что-то считать он перестал, почему-то. Мы его зашкалили. Зашкалили, да-да. Сейчас веду Заму. Мы сейчас его собьем. Замятина, чтобы совсем всех... Так, Сама. Так, нота Ля. Замятина, это нота Ля. А, кстати, в первом столбце в аккорде ноты до. Да, ну это получается секса. Девяносто первое. Так, пропала связь. Алло, да. Ты здесь? Я в девяносто первое. Не хватает какой ноты? Не хватает у Оксаны. Не хватает какой? Серж, ты здесь? Да, я слушаю. Какая нота? Оксана, это нота... У Оксаны не хватает ноты, или как, правильно? Ну да. Нет. Какое наше сочетание? Хорошо. Почему мы сошлись сейчас в одном месте? Вот смотрите, что у вас происходит. У вас происходит звучание. До, диез, до и ля. Значит, ля, до – это минорная терция. То есть, в данном случае, это кусочек рычага минорного, то есть, лебедки. То есть, в данном случае, Любовь Александровна, по-моему, да? Да. является опорной точкой для продвижения, вот, Оксаны, да, или поддержки ее. То есть, она ей обеспечит возможность притока. Соответственно, ты подтягиваешь до, да, для своего рельсопотенциала. А ля – это терция мажорная. Ля – до диез. То есть, ты, в данном случае, пытаешься обеспечить поддержку Оксане или продвижение тоже, так сказать, за счет другого рычага, мажорного. То есть, у вас, как бы, такой симбиоз терций. Вот. И септима, да, между тобой и Любовь Александровна, да, для того, чтобы реализовать свой потенциал. Свой потенциал, да, в данном случае. Угу. Да, что может вызвать некие трения. А можно спросить, септима большая или малая? Большая, большая. Ага. Это значит, шире сфера. То есть, грубо говоря, это для перехода, в том числе, выше октавы в другую тональность. То есть, грубо говоря, ну, не знаю, в какой там и тональности сейчас. Ну, вы сейчас все находитесь в тональности до. Вот. И пытается, как бы, сесть на вас до диез, да. Вот. Но вы его, честно, ля, глушите. Ну, как бы. И, соответственно, вот все крутится вокруг до. Это точка опорная в вашем общении. Угу. Ну, а это, я говорю, относительно языкового поля. Потому что ноты, может быть, и другие, но в ступенях это все будет. Хорошо. Тогда давай дополним троичность. Четвертые ноты – это ты. Ну, чтобы Любовь Александр посмотрела, как это развивается по нарастающей. Ну, вот, вот, видишь, ты, наверное, мне позвонил, потому что я представляю до диез, который находится в 25-й позиции, да. Это просто цифровый актив, а ты даже не понимаешь, что это такое. Да говори, и Любовь Александрович сейчас скажет, что ты изобрел и что это такое. Говори, почему я тебе позвонил. Вот, потому что это октава. И, соответственно, реализация потенциала. То есть ты создал условия, да, для того, чтобы реализовать некий потенциал, который находится в частоте до диез. Вот, и, соответственно, ты привлек септиму, да, для того, чтобы это схлопывание произошло. И, собственно, весь процесс, который мы сейчас вот с тобой производим и наблюдаем, это, в общем-то, схлопывание октавы, которая будет, ну, как бы, она движется, да, из до диеза одного в до диез другой, вот, для расширения до, то есть для заполнения до. Так, а Оксана спрашивает, а она зачем? Ну, как бы... А в конечном итоге потенциал начинается до, перетекать, ну, он не будет перетекать, а он будет составлять плотность, да, для того, чтобы в некий пошел переток в частоту ля. Тут все круче. Все. Тут как бы ситуация через то, что это все одновременно происходит, да? Я понимаю, зачем я придумала вот это утрата вот этих нот на несущей частоте. Да. Грубо говоря, это человека вводить во взаимодействие с миром. То есть он вне, как бы, у него утрата вот эта, и он не может распознать, как бы, он даже взять информацию не может. Вот примерно то, что я, как бы, ну, как бы, вот эта утрата несущей частоты. То, что вы называете утратой несущей частоты? Да, она, это лечебная, но это, как бы, развитие своего гармонического звукоряда. Вот то, чего не хватает. То, что люди могли бы взаимодействовать, ну, как бы, определенным образом. И внутри организма, и управляющая система организма, да, это утрата определенной. В том числе порождающей. Допустим, не хватает какой-то ноты, не хватает ее порождающей. Да, правильно, абсолютно точно. И вот вы можете, допустим, взять, завести дату рождения. Да, дата рождения – это появление несущей частоты. И вот если вы нажмете ее, да, поставите, вы увидите там, что линия проводимости опирается на кратность, и цифра будет. У тебя счетчик сейчас с собой? А что нужно сделать? Ну, мы же 8 мая 2022 года, мы с Оксаной попали в аварию. Ну, если помнишь, и у нас произошло, как совместное обнуление дня, ну, появилось второй день рождения. С твоей точки зрения, это как? То есть мы могли погибнуть, была катастрофа, переворачивая. Ты, например, вводи слово «авария» или «автомобильная авария». Нет, это я про дату рождения имею в виду, что помимо даты рождения, когда мы из утробы матери появились. Вот ты, допустим, Оксану ввел дату рождения, да, ты получил циферку там. В этот момент была утрата какой-то несущей чистоты и запутка. То есть, грубо говоря, у вас пропала интуиция. В этот момент у вас была утрата какой-то несущей чистоты. Правильно, вы говорите. Но чтобы увидеть ее, эту чистоту, потерю, да, я ему говорю, введите дату рождения. Вот, допустим, Оксана, фамилия, имя, отчество, дату рождения вводите, нажимаете кнопку, да, и она там видит, что опирается на кратность такую-то. Это недостаточность. Сейчас я скажу, у Оксаны 10 декабря. Сейчас я... Ну, вводи 10 декабря. Пил ФИО, да, и вводи... Да-да-да, сейчас сделаю. 10 декабря, ага. Сейчас. Оксана, год какой, напомни? Четвертый. Сейчас, секундочку. Ага. Ну, таля кратность 6. Кратность 6. Вот, смотри, значит, эндокринная система организма, да, имеет недостаточность. Колебательный контур организма построен на недостаточности работы эндокринной системы. Игодность гипоталамуса, потому что это зажатие тройничного нерва. Вот, соответственно, вот все проблемы в организме, которые возникают, это нарушение нерва. А гормоны... Микрофон, говорит, пропадает связь. Это гормоны. Все проблемы организма и событийного ряда, они связаны с недостаточностью в работе эндокринной системы. То есть в шестой ступени. То есть то, что мы говорим, вот по словам энергия, да, то есть вот энергетическая недостаточность. Хорошо, а теперь меняем день рождения ее на 8 мая 22-го года. Сейчас, секундочку. И что мы получим? Секундочку. Да, ты до аварии, что ли? Да, да, да. Это не очень корректно. Но это корректно или нет? Нет, это не очень корректно. Ну, частота-то не изменилась, понимаешь? У тебя просто произошло что? Событие, да, которое должно дать тряску. Правильно, она вывела за рамки, грубо говоря, за рамки привычного контура охлаждения твоей полифонии, для того, чтобы тебя встряхнуть. Да, чтобы возобновить колебания. То есть это сама Оксана себе устроила. Перешла линия проводимости первая она. Ему тоже украла. Ну, это кровеносная система. Кровеносная система. Потому что душа берет крови, конечно. В эту дату, да, вы могли испытать, скажем, недостаточности в работе кровеносной системы. Ну, вот, может быть, авария могла привести к потере крови, например, или к черничному приступу. Правильно, не все ритмы к сердцу. Хорошо, Серж, сейчас я тебя попрошу послушать, а Любовь Александровну попрошу прокомментировать. Потому что мы с Сергеем взаимодействуем много лет, и огромное количество людей пыталось дискутировать. И трагедия Сергея в том, что он говорит, ну, 1% людей на планете, ну, не на планете, русскоязычных, потому что Сергей же не говорит по-китайски, там, среди русскоязычных, не знают нотной грамоты, не понимают, о чем он говорит. Соответственно, ему не найти оппонента. Не с кем поговорить, конечно. Вы услышали, о чем говорит Сергей, и как могли бы резюмировать, что создал Сергей для широкой аудитории? Потому что, ну, люди смотрят на Сергея, говорят, да какой-то... Слушайте, это примерно то же самое, потому что, когда я поняла, ну, во-первых, что оппонентура... Мы говорим о том же самом, только малость, как бы, разные инструменты, ну, как бы, были использованы, да, у Сергея более... Он так диагностирует, да, и определяет нехватку, да, я тестирую, мне никак, я расчеты меня обладаю. Его механика, то, что он положил в основу, вы как дирижер, знающий лады, ноты... Я знаю, как это исправлять при помощи звуков, прикладывания к себе, а у него это... Насколько правоприменимо, имеет правоприменение... Да это будущее, это вообще самое гениальное... Сергей же, я не музыкант, я не знаю... Это гениально, ни один музыкант этого не поймет, мне среди музыкантов поговорить не с кем, о чем. Сергей, какой нот этот, у нас с Сергеем? Сергей Додиев, мы с ним одинаково. А, то есть раз... Ну, это одинаково, в смысле, что значок... Знаете, из этого надо делать цифровой актив, это, ну, как бы, сфера моих... Как так это преломить, вот, то, что у людей, вот, есть в каких-то задумках, их не как бы, да, ну, звуки там какие-то, да, ничего более серьезного нет. Как это сделать для того, чтобы это было массово применимо через интернет при помощи массовой популяризации и подписчиков? Вот, если вы слышите мою интонацию, да, и вообще как-то ее можете, то... Я сейчас пытаюсь, вот, как бы, Ярослав, да, вот, наверное, для этого приехал, объединить таких людей, у которых вот такие активы цифровые. Первое, для того, чтобы это людям объяснить и сделать доступным, и для того, чтобы это монетизировать при помощи кооперации. Да, мы можем с вами написать оперу, например. Нет, надо сменить жанр. Ну, не важно, все, что угодно. Создать жанр, создать жанр. Знаете, когда нужно создать новый жанр, это тоже из рамок оперы. Мы космические белки на летающих тарелках, Мы построим новый мир, Окружает нас эфир, 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 эфир... Надо не сменить и не создать, а вот... Аранжировку? Это не аранжировку. Надо выйти вообще в полифоничность. Для того, чтобы что-то создать, ты всегда создаешь то, что вот у тебя зазубрено на тех же опорных нотах. И тебе не выйти за рамки этого. Для того, чтобы люди стали чего-то хотя бы создавать, им надо малость подправить, вот эту гармоническую... Ну, как бы... Его надо сделать на все лады более полифоничным. Нельзя создать новое, если ты живешь в своей парадигме, своего лада, там только в рэбе. Однозначно. Однозначно. Что? Однозначно, да, я здесь. Однозначно. Конечно. Слушайте, меня хоть кто-то понял. Спасибо. Очень приятно мне просто говорить с человеком, который вот обладает глубиной понимания законов музыки, да, вот, это, ну, очень приятно, да. Потому что реально вот во всех переговорных процессах и так далее, мне все говорят, Сережа, ты только молчи, о музыке вообще не говори. Да меня вообще не знают, городской сумасшедший, правда, пока со мной не сталкиваются. Ну, вот, примерно, я точно так же попал в такую категорию. Вот, и поэтому, конечно, когда ты слышишь, что тебе говорит тот же профессор физики, говорит, вы знаете, вот, Сергей Валерьевич, вы вот тут не путайте, есть законы физики, а есть законы музыки. Вот законы физики... Они есть, они... Они есть, я смотрю. Так это проблема, то, что физики не понимают музыки ни ладового, ни гармонического, а музыканты даже боятся заглянуть вот в эти страшные учебники, где написано все каким-то непонятно каким языком. Вот это точно. Я вот, когда стал изучать музыкальную грамматику, да, я вообще просто не мог понять, физически, о чем вообще идет речь, да. Покуда не взял гитару, стал сам учиться, чтобы просто понять, о чем вообще идет речь. Знаете, когда это начинаешь понимать? Это только в хоровом пении, когда ты начинаешь понимать, что рядом с тобой кто-то фальшиво поет. И, грубо говоря, вот это стремление к унисону, ну, как бы этому долго учат, да, чтобы много людей пели как одну ноту, это только там всем телом понимаешь, ни при каких других, ни при игре на музыкальных инструментах этого не понять. Это невозможно прочувствовать. Поэтому то, что я говорю, это, знаете, сто раз прошло через меня. Это когда нам даже, знаете, запрещали не то, что говорить с кем-то, у кого больные связки, но даже слушать. Потому что когда ты слушаешь человека, у которого там больное горло, у тебя также болит. То есть, грубо говоря, у него болит горло, а отек связок будет у тебя. Да, да, да. Так что я очень хорошо это понимаю, просто меня там много лет с детства, да, учили, учили. То есть потом ты не понимаешь, как это вошло. Вот как я говорю, ну, как вот ты отличаешь на слух, там, квинты, там, кварты, да, ну, как бы слышишь их. И когда мне пришлось преподавать детям, когда я к ним вышла, думаю, а как же меня-то научить? Ну, они, кстати, поняли сразу. Вот я, кстати, интервалом могу научить любого человека с нуля за два часа, и он будет их слышать. Да, да. Вот я и говорю, что вся проблема, допустим, пользования тем же счетчиком, да, они все говорят, ну, пользователи, что я придумываю что-то, да, вот я хорошо придумываю. Вы знаете, мы это обоснуем. Мы это обоснуем. Это... И законы музыкальной грамматики, да, я их читаю и вижу, да, но если эта нота такая, эта нота такая, эта нота такая, они тяготеют туда-то, да, или туда-то, и возникают соответствующие явления. Когда вы вводите эти явления, вы видите, что они как раз находятся в аккордике этой ноты. И вы поэтому так и действуете. Почему? Потому что законы движения плазмы, они музыкальны, потому что именно музыка их отражает. Пардос, это не только движение плазмы, это движение всего. Всего, конечно. Лежается по законам полифонии. Всего. Ну, абсолютно точно, да. Даже планеты летают на определенных орбитах, уже в определенном звукорядке. Конечно, да. Конечно. И так же звукорядок, и все, все, прямо вот как вот по Пифагору, да, музыка света. Конечно, но Пифагора еще интереснее. Очень криво написано, естественно, там утрачено все это. Прочитайте про систему Люй. Люй-Люй, китайская система. Ну, при желтом императоре, да, там, естественно, в первоисточнике там вряд ли найдешь. Но там есть такое вот немного иное понимание, чем у Пифагора. Мне, кстати, интересно, как они взяли меру определения длины струны вот эти зернышки черного проса. Они там гимны им писали. Но она написана в виде сказки, ну, это вот вы с точки зрения физики поймете. Ну, конечно. Когда мы с Девятым разговаривали, ну, у нас там была сильная такая дискуссия, в том, в 16-м году, что ли. Вот. И он такой, я книгу перемен читал. Ну, чего там? Я ему говорю, ну, и что вы там прочитали? 64 гексограммы. Я говорю, откуда они, эти гексограммы? То есть там черточки? Потому что Девятов не знает вот именно гармонического сальфеджио. И у него нету понимания вот этого. То есть у него мысли верные, но как бы не понимает как. До физического смысла. Да, да, да. Вот. Просто интуиция, да. То есть опыт, наитие, да, и так далее. То есть это тоже по этим законам. Кстати, когда он поет, пытается петь в своих интервью, он поет фальшиво. То есть он гуляет по тональностям. То есть у него нету самого внутреннего ощущения гармонии. Я обратила внимание. Это тоже тренируется. Вот. Ну, а я ему говорю, ну, смотрите, вот вы возьмите мой счетчик, да, и вы, если ряд еще подставите, который вот, ну, там не указан, да, с правой стороны, то вы увидите эти 64 гексограммы. Ну, понимаете, вот смотрите, у вас вот эта диагностика, а я придумала инструмент, как это исправлять. То есть делать человека на все лады. Короче, давайте попробуем. Давайте. Короче, нам надо бежать, ехать ко мне в офис, там Оксану править, и ко мне там пациенты придут. Слушайте, давайте обязательно с вами свяжемся, и вообще будем крепко думать. Да. Точнее, не думать, уже все, понятно. Делать. Делать. Да, да. Сергей Валерьевич Снисаренко был на связи. Сергей, благодарю тебя. что уделил время. Очень интересно. Ты не возражаешь, если это услышат зрители в интернете? Миша, нет. Хорошо. Ну, заверши тогда, Серж, духоподъемным. Да. Я вот... с одним тоже представителем, заказчиком. Микрофон, микрофон. А вы можете знать, как вообще все будет развиваться, да? Я говорю, ну, во-первых, я говорю, потому что все развивается по законам музыки, и, соответственно, если ты это понимаешь, то ты понимаешь, что куда движется. Ну, а чтобы вам, так сказать, озвучить это, да, то я говорю, это мы на глобальной волне озвучили еще в 17-м году, что это новые средства энергетики, это новые средства передвижения в пространстве, это новые технологии в материаловидении на основе холодного ядерного синтеза, это новые счетные средства и новые программные продукты, вот, и, соответственно, новые формы на основе платформ понимания действительности. Соответственно, все это приходится, да, можно увидеть в музыке. И поэтому начинать тогда с образования. В первую очередь в основу образования ставить музыкальное образование. Мы сделаем, давайте тогда интернет-платформу и начнем с каких-то базовых, куда мы включим интересного Пифагора, систему Лю-Лю, и будем на пальцах объяснять, как детям. Но надо это сделать. Сейчас созрела среда, огромное количество родителей имеют, ну, под роддетей и не знают, чему учить. Вы знаете, сколько многие, сколько, господи, я уже заговариваюсь, сколько людей во взрослом возрасте вдруг захотело учиться в музыке. Им это тоже стало очень интересно. Отлично. Сергей, ну все, завершаем связь, мы помчались дальше. Благодарю вас, свяжемся тогда. Всех благ, до связи. Да, до связи. До свидания. До свидания. Пока. До свидания. Потрясающе, а? Мы космические белки на летающих тарелках мы построим новый мир. Окружает нас эфир! 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 Эфир!